С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Наша работа на сегодняшний день, или наш проект на сегодня, это великий проект, который относится к наилучшим делам. Предполагается, что человек будет делать это через каждые несколько дней, потому что за это дело Всевышним Аллахом определена большая награда. Это проект, который с соизволения Аллаха приведет в рай. Тех, кто оставит это дело, Аллах будет порицать в судный день. Наш план называется посещение больных. Навестить больного. Посещение больного относится к одному из самых великих дел. И тот человек, который идет с целью навестить больного, словно идет по раю. Он словно ходит между райскими плодами и фруктами. То есть, когда он идет до больницы, до центра здравоохранения, в этой дороге он с соизволения Аллаха будет идти с райскими плодами. В одной версии говорится, когда же он навестит его и сядет у его головы, то есть у головы больного. Его покроет милость Аллаха. Аллаху Акбар. Как же это сделать? Сегодня человек решает и вспоминает, кто из его семьи болен. Аль-Хамду лилля, все здоровы. Кто болеет из наших соседей? Он спрашивает, кто болеет из тех, кто ходит в мою мечеть? Он ищет из его братьев, друзей, приятелей. В большинстве случаев он найдет хотя бы одного больного человека, родственника или нет, который находится в больнице на стационарном лечении. Я беру своих детей. Если это женщина, то едет моя жена. Мои дочери тоже едут туда. Если это мужчина, то я беру своих сыновей. И было бы хорошо, если бы кто-нибудь из нас взял с собой какой-либо красивый подарок, чтобы мы подарили его больному во время посещения. Хорошо, если среди моей семьи никто не болеет. Нет больных. Аль-Хамду лилля. Всем нам Всевышний Аллах даровал здоровье и процветание. Хорошо, все равно есть работа. Что мне делать? Иди в больницу. И ты найдешь там одиноких больных. И клянусь Аллахом, как же их много. Особенно, если они не местные, а также некоторые старики. Клянусь Аллахом, в один год мы уже осуществляли этот проект для женщин. В один из дней Рамадана женщины пошли в больницу. Один день они посвятили посещению больных. Тот проект назывался Дурр, Женчужины. И им занимались благородные сестры-дааватчицы. Они определили себе один день для того, чтобы посетить больных. В больницах и отправились в детское отделение. Одна дааватчица позвонила мне и говорит, «Шейх Набиль, присоединяйся к нам, а то мы тут плачем». Девочки плачут. Почему? Тут есть дети, которых никто не навещал уже несколько месяцев. И это дети, у которых есть матери. Его мать просто не хочет его видеть. Только посмотри на эту ужасную жестокость. В больницах ты можешь найти странные и удивительные вещи. Ты увидишь, как пожилой человек находится в больнице несколько месяцев, и никто его не навещает. У него нет детей? Да нет же. У него есть дети, но они просто не хотят его видеть. Ты увидишь чужестранца, который сидит и каждый день плачет по своим детям. Никто из них не навестил его или даже не вспомнил о нем. Ты осознаешь, что значит милость. Ты увидишь след и воздействие от своего посещения больного. Некоторые больные будут удивляться, особенно какие-нибудь бедняки и простые люди и приезжие. Такой человек скажет тебе, да? Что вы хотите? Он подумает, что ты ошибся с палатой или перепутал его с кем-то. Скажи ему, нет, я пришел навестить именно тебя. Я делаю дуа Аллаху именно за тебя и делаю рукью именно на тебя. Как только ты войдешь к нему, скажи, я прошу великого Аллаха. После того, как ты поздороваешься, скажи, я прошу великого Аллаха, Господа великого трона, исцелить тебя. Прошу великого Аллаха, Господа великого трона, исцелить тебя. Скажи это дуа семь раз. Вручи ему подарок, хотя бы даже символический. Посиди с ним, утешь его, поговори с ним. Сделай свое посещение легким и приятным. Утешай его красивыми словами. Вырази ему свое сочувствие, а потом выходи. Знаешь ли ты, какую награду от Аллаха ты получишь? Аллах отправит к тебе и подчинит тебе 70 тысяч ангелов, которые будут просить прощения за тебя, если ты ходил к больному днем до вечера. А если ты ходил вечером на аср, то до тех пор, пока не наступит утро. Ангелы будут просить прощения за тебя. О Аллах, как же велика эта награда. Я забываю сам о себе из-за того, что прошу прощения у Аллаха. Нет, отдохни, отдохни. Конечно, проси прощения, но будь спокоен. 70 тысяч ангелов отправлены именно для тебя и делают из сихфар за тебя. За что? За то, что я навестил больного. Сегодня, сегодня, не откладывай дела. Абу Бакар, быть может, навещал больных каждый день. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, навещал больных даже не мусульман. Когда он приходил к больному, он делал за него дуа. Не переживай, это очищение, иншаллах. И тот человек радовался. Это красивые и приятные слова. Он читал на него рукью и делал за него дуа Всевышнему Аллаху и утешал его, а потом выходил. Некоторые больные, возможно, выздоравливают именно от таких посещений. Может быть, что красивое слово будет лучше, чем лекарство врача. Посети больного, потому что Всевышний Аллах определил для того, кто посетит больного ради Аллаха, великую награду. Будь счастлив, да будет благословенен твой путь, и да займешь ты величественное место в раю. Посещение больного – это наш проект и наша цель на сегодня. Встретимся с вами, иншаллах, в следующей серии. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Субтитры создавал DimaTorzok